Привет, вы смотрите Острую Политику, где мы обсуждаем самые веселые и забавные новости и невероятные события, которые реально влияют на мир и политику, хотя казалось бы неизбыточны. Главаря Якудза арестовали в Токио за кражу карточек с покемонами. Как сообщили в токийской полиции, арестованного зовут Кейта Сайта, ему 39 лет. Он является одним из главарей второй по численности преступной рекупировки в Японии. В принципе, девушке я раскрыл вам маленький секретик. Мужчины покупают детям игрушки, чтобы сами в них играть, а тут просто более запущенный случай. Не удивлюсь, если его сдал Гаварь первый по численности банды. В борьбе за лучшую коллекцию все средства хороши. Ждем нового покемона в Pokemon Go с тематикой Якудза. США не позволят Китаю заполнить американский рынок электрических автомобилей и сделать невозможной честную конкуренцию, заявил на днях Джо Байден. Ну, давайте начнем с того, что честная конкуренция не может состоять из санкций, но для США это уже классика. Но при этом Джо Байден не стерпел, когда понял, что китайцы производят дешевле, местами круче и в больших количествах электромобилей, которых у США и так вот на плаку, в принципе. Самое смешное здесь то, что сейчас где-то здесь появится это сообщение. Джо Байден сам критиковал такие же действия со стороны Трампа, заявляя, что платить за это будет не Китай, а граждане Америки. И теперь он вводит точно такие же ограничения. В принципе, все логично, все естественно. Ждем критики со стороны Дональда Трампа. Так, теперь повеселее. Я не могу. У меня Рёва сейчас рот триснет. Из сталинского торгового центра вор утащил в чемодане у дитас. Пропажу обнаружили утром, когда уборщица пошла чистить цену злы в одном из торговых центров Таллина. Просмотр записи камер видеонаблюдения показал, что вор вошел в торговый центр с пустым, легким, черным чемоданом, а вышел с уже тяжелым. Ну, во-первых, каких размеров должен был быть чемодан, чтобы утащить унитаз? Во-вторых, зачем? Ну, в принципе, на самом деле, это вопрос десятый. Чел просто решил сэкономить на постройке своей дачи. Суровых эстонцев вообще не смутилось, что у них в туалете торгового центра стоит ведро вместо унитаза? Мы что-то не знаем об Эстонии. Эко-активисты прорвались на завод Тесла в Грюнхейде. Завод по производству экологичных электрокаров блокируется эко-активистами. В этой новости прекрасно все. Начнем с того, что эти ребята уже поджигали этот же завод, из-за чего блэкаутнулись в несколько районов по соседству, полностью лишившись электричества на несколько недель. Плюс, довольно забавно, что их даже не волновало, что поджигая завод, они фактически выбрасывают в воздух углекислого газа примерно, ну, лет за шесть работы этого же завода, который они пытаются заблокировать. Это их вообще не беспокоило. Уровень образования у них понятен. Примерно на уровне «Моя слышит, что плохо, моя ломать». К счастью, новой идеей их обойдется без спичек и поджогов. Просто тысячи с небольшим человек, прорвавшись к заводу, будут блокировать вход и выход на завод. А Илону Маску давно пора задуматься, зачем ему завод в Германии, когда можно воткнуть второй в Китае и получать прибыли гораздо больше, и без вот этих всех заморочек с экологистами. На Тайване репортаж о социальном жилье пошел не по плану. Построенное здание предназначалось для бедных бабушек и простых рабочих. Квартиры строили очень дешево, и, собственно, все это подавалось как социальный проект, что вот мы дешево продадим квартиры нуждающимся и малоимущим в своем обществе. Ну и государство телевидения решило снять об этом интересный сюжет, мол, как эти жители благодарят правительство за такое действие. Но что-то пошло не по плану. Мало того, что государство телевидение не смогло получить списки жителей, что довольно странно, так как, ну, Гостовы, в принципе, должны были предоставить списки жителей, они могли бы найти кого-то подходящего. Они решили подокараулить кого-нибудь на автостоянке внизу здания, что закончилось довольно забавно, потому что они нашли там целый автопарк дорогих суперкаров, элитных лакшери-каров по типу Porsche Cayenne и так далее. И, собственно, журналистов это удивило. Наверное, они просто были незнакомы с нашими бабушками, которые сливают по 11 миллионов мошенникам сразу сходу, но тайваньская специфика, там бабушки действительно малоимущие. Было бы все спокойно, если бы на этих журналистов не накинулись чиновники с обвинениями, что все это вообще антипропаганда китайская, и, в принципе, что они шпионы Китая и так далее, что сделало эту новость довольно забавной, потому что чиновники, как оказалось, заселили туда своих родственников, детей, и если бы не машины, то никто бы и не узнал. Китайские продавцы подняли цены на шредер, уничтоживший устав ООН. Ценник на пластиковый разрушитель бумаг взлетел почти в пять раз после того, как его копии представитель Израиля перемолол устав ООН. Насколько может взлететь цена на такой шредер, если в нем еще и Конституция США перемолоть? Страшно даже подумать. А с вами была Острая Политика. Ставьте лайки, делитесь нашими видео, пишите комментарии о том, что вам особенно понравилось, и увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok